привет друзья сегодня я покажу вам как сделать самый вкусный крем на белом шоколаде этот крем намного вкуснее чем cream cheese при этом он не уступает ему по своим характеристикам он очень плотный вкусный он идет как внутри торта то есть как я его чаще так использую но и даже можно выровнять ваш торт он очень вкусный только посмотрите на его консистенцию какая она получается плотная и могу сказать что детям он очень нравится этот крем чуть дороже выходит чем cream cheese но это того стоит я постоянно его делаю поэтому решила сейчас сделать отдельное видео вот такой он получается посмотрите какой он плотный хороший крем и так как же его делать вам понадобится белый шоколад обычный любой пористый шоколад 400 грамм жирные горячие сливки 400 миллилитров заливаем наш шоколад я сливки прогревал микроволновки я их не кипятила они просто горячие залили шоколад шоколад можно и поменьше порубить и хорошенько все перемешиваем шоколад должен полностью весь раствориться в горячих сливках помогаем себе лопаткой перемешивая чтобы поменьше было крупных кусочков далее берем блендер и хорошенько все это пробиваем чтобы консистенция наш ганаш был очень однородный никаких кусочков комочков в нем не было пробили далее накрываем пленочкой в контакт и убираем в холодильник минимум три-четыре часа он должен хорошенько у вас тут ганаш на шоколаде сливках настояться все убрали в холодильник прошло три часа до это как бы не так быстро как крем-чиз но это того стоит поверьте убрали пленку и начинаем взбивать взбиваем до пышности то есть сильно взбивать здесь не надо вот как только вы увидите что начинает уже густеть появляется такая небольшая плотность пышность взбивать заканчиваем вот такого состояния взбили далее вам понадобится творожный сыр берите любой мне вот этот очень нравится показала вам марку 400 грамм творожного сыра все по 400 если тортик маленький можно уменьшить и начинаем его взбивать отдельно творожный сыр одну минуту нам нужно просто разбить комочки долго его взбивать не надо и также и оставлять не взбитым творожный сыр тоже не рекомендую иначе очень сложно потом будет вам избавиться от вот этих комочков творожного сыра одну минутку пробили все достаточно далее выливаем наш полу такой взбитый ганаш творожному сыру весь перекладываем и начинаем взбивать здесь уже мы взбиваем до хорошей плотности то есть крем должен быть стабильный потому что он должен держать у вас начинки внутри торта чтобы они никуда у вас не растеклись крем очень вкусный я его не убираю уже в холодильник как только вот я взбила все я начинаю с ним работать также из остатков кремом которые не ушли внутрь торта можно чуть-чуть выровнять торт то есть крем очень вкусные и по своим характеристикам достаточно хорошие вот такой он получается сейчас вы посмотрите посмотрите какой стабильный и очень вкусные я думаю если вы такой крем еще не делали не пробовали обязательно попробуйте он вам понравится друзья спасибо что посмотрели видео подписываемся на канал ставим лайки и всем до скорых встреч